Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубое. Зловещая и прекрасная, она лежит в своей морозной дремоте в складках мантии снега, светящегося аметистами и изумрудами льдов. Она спит, и ее горизонты окрашены розовыми, голубыми, золотистыми и зелеными тонами. Представьте себе мир, в котором всего два цвета – белый цвет снега и голубой льда и небо, в котором нет людей, нет птиц и животных, в котором почти космический холод в сочетании с недостатком кислорода, в котором нет никаких звуков, кроме свиста ветра. Это Антарктида. На уроке изучим географическое положение Антарктиды, история исследования и открытия материка, рельеф и полезные ископаемые, климат и внутренние воды. Начнем сегодняшнее путешествие с глоссария. Антарктика – южная полярная область земного шара, включающая Антарктиду и прилегающие к ней южные участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Антарктида – часть света, состоящая из материка Антарктиды и прилегающих островов. Первые попытки в поисках Антарктиды принадлежат португальской экспедиции, в составе которой был флорентийский мореплаватель Америка Веспуччи. В 1501-502 годах корабли экспедиции подошли к острову Южная Джорджия, но дальше продвинуться не смогли из-за невыносимого холода. В 1772 году в Индийском океане Ив Жозеф Киргилен, французский морской офицер, открыл остров, названный его именем. Почти одновременно с плаванием Киргилена из Англии отправился в первое свое путешествие в южное полушарие Джеймс Кук. И уже в январе 1773 года его суда Adventure и Resolution пересекли южный полярный круг на Меридиане 37 градусов 33 минуты восточной долготы. После тяжелой борьбы со льдами он достиг 67 градусов 15 минут южной широты, где был вынужден повернуть к северу. В декабре 1773 года Кук снова отправился в Южный океан. 8 декабря пересек его и на параллели 67 градусов 5 минут южной широты был затерт льдами. Высвободившись, Кук пошел далее на юг и в конце января 1774 года достиг 71 градусов 15 минут южной широты к юго-западу от огненной земли. Здесь непроницаемая стена льдов помешала ему идти далее. Кук одним из первых достиг южнополярных морей и, встретив в нескольких местах сплошной лед, объявил, что далее его проникнуть нельзя. Ему поверили и в течение 45 лет полярных экспедиций не предпринимали. В июле 1819 года корабли «Восток» под командованием Фадея Беллинсгаузена и «Мирный» с Михаилом Лазаревым во главе вышли из Кронштадта и отправились в кругосветную экспедицию. Через три месяца, сделав остановки в Англии и на Канарских островах, корабли прибыли в Рио-де-Жанейро, где, запасшись провизией и проверив хронометры, они взяли курс на юг в неизвестные районы Полярного океана. Чем дальше к югу, тем больше им встречалось птиц, в особенности буревестников. Большими стадами проплывали мимо киты, айсберги угрожали кораблям. В конце декабря 1819 года шлюпы подошли к острову Южная Георгия, а чуть позже моряки открыли неизвестный остров, который оказался действующим вулканом. Высадившись на берег, члены экспедиции собрали яйца пингвинов и образцы горных пород. Пингвинов здесь было множество. Моряки взяли несколько птиц с собой на корабль. Они развлекали экипажи в длинном пути. На некоторых антарктических островах мореплаватели встречали огромное количество морских слонов, которые были погружены в глубокий сон. Туманная пасмурная погода сильно затрудняла плавание. Кораблям постоянно грозила опасность наскочить на мель. С каждой мили к югу становилось все труднее пробираться меж льдов. Наконец, 28 января 1820 года путешественники увидели ледяную стену, преградившую дальнейший путь на юг. Это были материковые льды Антарктиды. Участники экспедиции были уверены, что за ними скрывается южный материк. 5 августа 1821 года Восток и Мирны прибыли в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч километров. Кроме Антарктиды, экспедиция открыла 29 островов и провела важнейшие исследования в области океанографии. Фадей Фадеевич Бринсгаузен, российский мореплаватель, адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. Действительный член Русского географического общества с 19 сентября 1845 года. Михаил Петрович Лазарев, русский флотоводец и мореплаватель, адмирал, кавалер орденов святого апостола Андрея Первозванного и святого Георгия, четвертого класса за выслугу лет, командующий черноморским плотом и одним из первооткрывателей Антарктиды, один из основателей Новороссийска. Шельфовый ледник Бринсгаузена, шельфовый ледник, расположенный в восточной части Антарктиды. Находится на берегу принцессы Марты восточной его части, врезается в Южный океан узким языком почти на 100 километров. Назван в честь русского мореплавателя одного из первооткрывателей Антарктиды Фадея Фадеевича Белинсгаузена, который именно здесь 16 января 1820 года впервые в истории приблизился к шельфовым ледникам Антарктиды во время первой русской антарктической экспедиции. Остров Петра Первого размеру острова 19 километров в длину и 11 километров в ширину. Его площадь 156 квадратных километров. Белинсгаузен описал остров длиной в 9,5 миль и шириной в 4 мили. Наивысшая точка Пекларса Кристенсена достигает 1640 метров над уровнем моря. Это вершина вулканического массива, из которого состоит остров. Он почти полностью на 95 процентов покрыт льдом. Лишь на некоторых участках побережья есть небольшие каменистые полосы суши. Имеется только три места, где возможна высадка с лодки на берег. Земля Александра Первого – крупнейший остров Антарктики площадью 43 250 квадратных километров. Он расположен в море Белинсгаузена к западу от земли Палмера. Земля Александра Первого имеет длину около 390 километров в направлении север-юг, 80 километров в ширину на севере и 240 километров в ширину на юге. Земля Александра Первого является вторым по величине необитаемым островом в мире после острова Деван. После этого началось изучение побережья континента и его внутренней части. Многочисленные исследования были проведены английским антарктическими экспедициями под руководством Роберта Скотта и Руаля Амуцена. В 1911-1912 годах между экспедициями Амуцена и Скотта развернулась настоящая гонка за покорение Южного полюса. Первыми 14 декабря 1911 года его достигли Амуцен. Через несколько месяцев после него в заветную точку прибыла партия Скотта, которая погибла на обратном пути. С середины 20 века началось комплексное изучение Антарктиды. На континенте разными странами создаются многочисленные постоянные базы. Круглый год ведущие метеорологические, гляциологические и геологические исследования. Только в рамках проведения Международного Геофизического года представители 11 государств построили более 60 баз и станций. Антарктида – уникальный континент Земли, почти целиком покрытый крупнейшим ледниковым щитом планеты. Это самый высокий из всех материков. Климат Антарктиды – самый суровый на Земле. Здесь находится мировой полюс холода. Антарктида – единственный материк, на котором отсутствует постоянное население. За большое количество исследовательских станций различных стран мира его называют Международной научной лабораторией. Площадь – 14 миллионов квадратных километров, с островами – 15,5 миллиона квадратных километров. Антарктида – пятый по площади материк Земли, превосходящий по размерам только Австралию. Антарктида – единственный материк, который лежит в пределах географического полюса Земли. Практически вся суша континента лежит южнее Южного полярного круга. Около 97% Антарктиды покрыта льдом. За пределы Южного полярного пояса выходит оконечность антарктического полуострова. На нем расположена единственная крайняя точка материка – северная мыс Сифре. Антарктида полностью расположена в Южном полушарии, а Меридианы – 0 градусов и 180 градусов разделяет ее на восточную и западную части. Антарктида омывается водами всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Ближе всего к Антарктиде находится Южная Америка – около 1000 км. Береговая линия материка слабо изрезана, моря неглубоко вдаются в континент. Наиболее крупные из них – Росса, Уэделла, Белинсгаузена, Амуцена, названные в честь исследователей Антарктиды. Вокруг Антарктиды проходит самое мощное в мировом океане течение – течение западных ветров. В Антарктиде различают рельеф ледниковой поверхности и подледный рельеф. По высоте, с учетом ледникового покрова, Антарктида – самый высокий материк. Средняя абсолютная высота материка – 2040 метров. Подледный рельеф Антарктиды обусловлен геологическим строением материка и давлением ледникового покрова. По характеру горных пород и подледного рельефа Антарктиду делят на западную и восточную. Их разделяют трансантарктические горы, которые протянулись на 4000 км. В основании восточной Антарктиды лежит древняя антарктическая платформа, входившая в состав гондваны. Платформе соответствует равнинный рельеф. Максимальная высота Антарктиды – горный массив Винсон – 5140 метров. Находится в горах Элсуэрт в западной Антарктиде. Самая глубокая подледная впадина Бентли – минус 2555 метров, находится в районе равнин Берда. Трансантарктические горы – система хребтов в Антарктиде, протянувшаяся на несколько тысяч километров от земли Коца до мыса Адер на севере земли Виктории. Это одна из самых протяженных горных систем в мире. Примерно в 480 км от горной системы находится Южный полюс. Западная Антарктида представляет собой горный складчатый пояс, который является продолжением Ант. Его вершины местами поднимаются над ледником. Здесь расположен единственный действующий подледный вулкан Эребус – 3794 метров. Главная отличительная особенность Антарктиды – наличие на ее поверхности ледникового покрова. Покровное оледенение Антарктиды самое большое на Земле – 14 миллионов квадратных километров – 90% льда планеты. Под тяжестью льда произошло опускание материка в некоторых районах на 2,5 км ниже уровня моря. Ледники огромными языками сползают от центра материка к окраинам и в море, образуя плавучие ледяные щиты – шельфовые ледники. Шельфовые ледники занимают 10% от площади оледенения Антарктиды. Самыми крупными шельфовыми ледниками являются Росса – 525 тысяч квадратных километров и Ранне. От шельфовых ледников время от времени откалываются крупные глыбы льда, образуются айсберги. С помощью ветра и течения они выносятся в открытый океан. Айсберг – крупный, свободно плавающий кусок льда в океане или море. Покровный ледник – ледник, расположенный на материках или крупных островах в полярных широтах. Шельфовый ледник – ледник, покрывающий прилегающие к материку острова и моря. Территория Антарктиды практически полностью располагается в антарктическом климатическом поясе. Только северо-западная оконечность антарктического полуострова лежит в субантарктическом климатическом поясе. Можете представить себе световой день, который длится больше суток, а полгода беспрерывного солнцестояния – это явление называется полярным днем и возникает вследствие определенного наклона земной оси. А когда все наоборот и солнце никак не может появиться из-за горизонта, начинается полярная ночь. Она происходит по той же причине, как и полярный день – меняется угол наклона земли по отношению к солнцу. Зимой в течение нескольких месяцев стоит полярная ночь. В период продолжительного полярного дня Антарктида получает много солнечной радиации, но до 90% ее отражается ледяной поверхностью обратно в атмосферу. Охлаждающее воздействие на климат материка оказывает и материковое оледенение. В течение года в Антарктиде господствуют низкие температуры. Средние зимние июльские температуры колеблются от минус 60 градусов внутри материка до минус 32 градусов на побережье. Летние январские температуры тоже отрицательные и колеблются от минус 32 градусов до минус 16 градусов. На побережье зимой температура практически не понижается до минус 40 градусов, а летом поднимается до нуля градуса. Самая теплая часть материка – Антарктический полуостров. Антарктида – самый холодный материк нашей планеты. В Восточной Антарктиде зафиксирована самая низкая температура воздуха – минус 89,2 градуса. Российская станция «Восток» 21 июля 1983 года. В центральной части материка выпадает мало атмосферных осадков – 50-100 мм. Это связано с высоким давлением и низкими температурами. Большое количество осадков выпадает на побережье и на антарктических островах – 400-700 мм, которые расположены в субантарктическом климатическом поясе. Над материком из-за сильного постоянного охлаждения воздуха формируется огромная область высокого давления, а над менее холодными водами Антарктики образуется область низкого давления. Холодные воздушные массы стекают с высоких центральных областей к окраинам материка, образуя сильные стоковые ветры до 30-50 м в секунду. Максимальная скорость ветра в Антарктиде – 88 м в секунду. В сухих долинах годовая норма осадков всего 25 мм. Влажность воздуха очень низкая из-за периодически дующих здесь ветров, достигающих порой скорости до 320 км в час. Благодаря этому долины практически свободны ото льда на протяжении уже около 8 миллионов лет. Антарктическая пустыня – поверхность ледника суровыми условиями для развития жизни. Отсутствие почв, низкие температуры, сильные ветры. Жизнь на материке существует только в прибрежной полосе, на островах субантарктического пояса и в антарктических оазисах, который занимает около 2% материка. Долгое время считалось, что Антарктида – единственный материк, где нет постоянно текущих рек. Предполагалось, что в летний период с началом таяния снега и льда в прибрежных областях и оазисах Антарктики возникают временные реки, которые состоят из потоков талых вод. Крупные водотоки отмечены на леднике Кетлица и шельфовом леднике Макмерда и на леднике Ламберда. Известно, что на поверхности ледника Ламберда процесс активного таяния берет начало на высоте 900 метров над уровнем моря. Оникс – самая длинная река Антарктиды, расположена в долине Райт на земле Виктории в сухих долинах Макмерда, характеризующихся почти круглогодичным отсутствием снега, высоким уровнем инсоляции и относительно высокими летними температурами. Длина реки около 30 километров. Она вытекает из озера Браунор и впадает в озеро Ванда. Озера в Антарктиде встречаются на побережье. Как и континентальные ручьи и реки, озера здесь своеобразны. В оазисах насчитываются десятки небольших озер. Восток – крупнейшее подлёдное озеро в Антарктиде. Озеро Восток уникально прежде всего тем, что, возможно, находилось в изоляции от окружающей среды на протяжении нескольких миллионов лет. Естественным изолятором озера служил и служит 4-х километровый ледяной панцирь над ним. Озеро фигурное, его протяженность составляет 20 километров. Площадь его равна 14,7 квадратных километров, а глубина доходит почти до полутора сотен метров. Часть озер, имеющих площадь свыше 10 квадратных километров, базируется в оазе Виктории. Большая часть крупнейших озер Антарктиды скрыта подо льдом. Белинсгаузен – российская антарктическая станция на острове Кинг-Джордж в составе южных шотландских островов. Названа в честь Фадея Белинсгаузена. Основана советской антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года. Является самой северной российской антарктической станцией. По состоянию на 2015 год здесь работает 8 человек круглогодичного состава и 5 сезонных специалистов. Макмердов располагается рядом с шельфовым ледником Росса. Имеет три аэродрома, из них два сезонных, место для посадки вертолетов и более 100 строений. На станции действуют оранжереи, снабжающие персонал свежими продуктами. Давайте закрепим полученные знания. По площади материк занимает вариант А – второе место, вариант Б – четвертое место, вариант В – пятое место, вариант Г – шестое место. Правильный ответ – пятое место. Первым достиг южного полюса Амуцен, Скотт, Перри, Кук. Правильный ответ – Амуцен. Океан, который не омывает берега Антарктиды. Тихий, северный ледовитый, атлантический, индийский. Правильный ответ – северный ледовитый. Антарктида была открыта в 1774 году, в 1820 году, в 1895 году, в 1911 году. Правильный ответ – в 1820 году. Таинственный полярный материк. Угрюма, айсберги, подходы сторожат. К его ледовой, неприветной кромки. Здесь в ночь полярную и звезды не горят. Задутые густой поземкой. В горах тут труден и опасен путь. Когда обрушится снегов крутая муть, и зверям завывает непогода. До новых встреч!